Возникает всегда множество разных идей, что есть очень простое заблуждение под названием китайский стартап, это означает, что у вас есть миллион аудиторий, легко, которые можно посчитать в голове или как-то еще есть, условно, необходимо заработать миллион долларов в месяц. Например, вы понимаете, что каждый месяц по доллару, если каждый скинется из миллиона, то у вас будет миллион долларов в месяц. И вот на этом этапе такой подход, он на самом деле, с одной стороны, простой и примитивный, с другой стороны, в принципе, он никогда не оказывается действенным. И при расчете на пальцах, вот именно такого рода проектов, имеет смысл опираться только на опыт. Если он есть, то он может действительно делать такие операции легко. Если его нет, и вы считаете первый, второй или третий свой проект, то имеет смысл это делать тщательно и подходить к этим цифрам, как бы то ни было скупо и сухо. Но это важно сделать хоть раз, чтобы понять, насколько, в принципе, вся эта история интересна или неинтересна. То есть, если история начинается с вашего опыта, с наличия того, как этот процесс, как этот проект должен работать, то в общем, как-то себе представляете, что на выходе должно получиться через год, через два, через три. Но если колоссальный опыт еще не накоплен, но есть желание делать что-то, то вот это что-то имеет смысл посчитать. И, соответственно, мы здесь как бы изначально расскажем, начнем с того, какого рода бывают инвестиции и перейдем к модели расчетов. Соответственно, покажем общий Excel-чикс, который мы посчитали для информационных проектов и который мы посчитали для e-commerce-проектов, достаточно простой, примитивный. То есть, естественно, его можно улучшать, его можно усложнять различного рода моделями, всякими там, если то-то-то, связанными с накоплением аудитории и прочими-прочими более сложными фишками. Но мы сделали довольно простой расчет, который наглядно показывает, что и пересчитывается, и которым можно пользоваться. Соответственно, давайте... Мы изначально начали начать с момента инвестиций. Есть, там, условно, три... Да. ПНД как и шоу? Профит и плюс. Доходы и расходы. Соответственно, начнем с классификации, условно, там, участников инвест-сегмента, да, то есть, какие они бывают. Это бывают инкубаторы, инвестиционный ангел или венчурный капиталист, и, ну, это, собственно, фонды уже, да, большие инвестиционные фонды, которые инвестируют как тут написано, ну, то есть, это условная классификация, которую можно использовать, и которая, в принципе, дает понимание, что если вам, условно, для запуска бизнес-модели требуются инвестиции в размере, там, тысячи, десятков тысяч, до сотни тысяч, то, в общем, достаточно и имеет смысл использовать для этого инкубаторы. Инкубаторы, на самом деле, есть и в высшей школе экономики, и в других университетах, их довольно, там, много, они появляются, и они, ну, предоставляют довольно много, скажем так, плюсов или бонусов, плюшек, которыми можно пользоваться в самом начале пути. Соответственно, ангелы – это люди, которые, ну, частные инвесторы, которые инвестируют в стартапы, разбираются в той или иной специфике, и делают это в частном порядке, там, одним лицом или несколькими лицами в размере от сотых до миллиона. Называется это стадия СИД, посевная, соответственно, когда они в режиме проб делают инвестиции в нескольких проектов, и, соответственно, по шагам пытаются оценивать риски, и эти проекты либо развивать, либо не развивать. А третья категория – это крупные инвесторы, соответственно, венчурные фонды, которые инвестируют, условно, 1,5, это может быть 20-30 миллионов, 50 миллионов и так далее. То есть это крупные серии инвестирования, когда уже проект полностью функционален, его модель проверена, он может быть убыточным, но при этом он показывает абсолютно понятную положительную динамику роста доходов, и там понятно, когда у этого проекта может быть ноль в прибыли, и, соответственно, ну, в смысле ноль в убытках, и будет получена прибыль. Мы хотим сказать, что 1,1 миллиарда засадим. Давай. Мы хотим сказать, что, опять, мы читали их раньше, да, то есть, и удивились тому размеру инвестиций, которые Геннадий посадил в немецкий рокинг, это 1,1 миллиарда долларов. То есть, на самом деле, инвестиций фондов не ограничивается, да, и миллионами, да, то есть, уже сейчас фонды вышли на миллиарды в инвестиции. Соответственно, ну, то есть, тут, там, к сожалению, может быть на английском языке, но это такая короткая характеристика о том, как это видится, условно, как это может быть. Что подразумевается, что в блоке структуры написано 2,5 человек, соответственно, да, это команда проекта инвестиций в размере 100 тысяч миллионов, соответственно, это, ну, соответственно, вариант синдикации ангелов инвесторов или маленьких фондов, они могут как угодно называться, на самом деле. Это могут быть частные лица, это могут быть маленькие фонды и так далее. Ну, в сути своей, это, это такой вот набор людей или компаний. Соответственно, основные важные вещи здесь, это доказать, ну, как бы улучшать продукт, обозначить, ну, как бы точки роста и проверить выручку. Что имеется в виду, что вы должны, ну, совершенно четко показать, как эта выручка, откуда она берется, да, то есть, если мы говорим про стартапы, стартапы, в которых, ну, модель монетизации не очень очевидна, да, и, ну, для этого требуется показать, вообще, откуда проект собирается получать выручку и, соответственно, доказать это в первом продвижении. Соответственно, с точки зрения технической реализации, ну, как бы, подразумевается, что этот проект из какой-то сырой альфа-версии перерастает уже в бета-версию, это может длиться через 12 месяцев. И, соответственно, по качеству продукт, ну, как бы, достигает такого состояния, когда его уже, условно, не стыдно показать. Соответственно, настраиваются АБ-тесты, оптимизируется конверсия, ну, и, собственно, так далее. Ну, как бы, самое важное на этом этапе, это, в общем, как и на многих других этапах, это понимание емкости рынка и понимание тестирования выручки. Соответственно, из инкубаторов, ну, просто посмотрели, там, Форд, по-моему, собрал этот перечень инкубаторов, как, условно, там, наилучших в России. Это, соответственно, АНХ, это ВУШЕ, это ЕГЭ, МГУ и трешка. То есть это вот те инкубаторы, которые на текущий момент существуют в России, к помощи которых можно прибегать, и эта помощь может быть, соответственно, помощь, как помощь, соответственно, ну, как бы, скажем так, инфраструктурная, да, так и помощь людей, так и рекомендации, собственно, как, ну, так же и среда, в которой подразумевается нахождение и обмен опытом, это довольно важная история. И, опять-таки, на просьбу, самое важное, там, сформировать какую-то основную идею продукта, показать, в лагерских инвестициях, как можно говорить, соответственно, проект уже должен на себя представлять версию, когда вы не стыдно показать, когда вы уже, соответственно, формируете из кайфбэка и, совершенно там, ну, понимаете, емкость рынка. Соответственно, почему бы мы береги эти инвестиции на шаги, один, два, три, там, да, третий шаг будет, соответственно, потому что, если мы говорим о стартапе, то перебежать из нулевой точки в третью, ну, как бы, довольно опасно. И, скажем так, туда могут перебежать либо люди, команды, которые совершенно четко понимают бизнес-модель, понимают сегмент, в котором они работают, и они в состоянии сделать продукт, понимая, что можно рынку, и, собственно, где выручка, и для этого не требуется проходить промежуточный этап. А если мы говорим о стартапах, которые являются новыми для рынка, неаправированы, и пока у меня статистики не отнимает программа с аудиторией, то эти проекты не могут переходить, не могут перескакивать эти этапы в идеале. Нужно начинать смотреть с маленьких инвестиций. Эти инвестиции, соответственно, могут быть, вот, экскубатор, или частные, и еще какие-то, там, не суть важные, да, важно, что вы не можете перебежать из нулевой точки от идеи к инвестиции в, там, 5, 10, 20 миллионов долларов, мы объясним. Соответственно, третий, третий этап, это все реальные инвестиции, еще бывают, там, BCD и так далее, да, то есть, это реальные инвестиции от фондов достаточно серьезных размеров, которые подразумевают, в принципе, что еще интересно, да, то есть, рекомендуется команда в 5, 10 человек уже при каких-то инвестициях, то есть, подразумевается так, что команда не должна развиваться, то есть, она не должна быть, там, уже 20-30-50 километров, то есть, на текущем этапе достаточно такого количества людей, которые могут сделать хороший продукт, которые, соответственно, могут проводить тестирование, там, автотестирование, о котором мы говорили, проводить организацию конверсии, улучшать ее, и качество продукта должно быть, ну, в таком состоянии, когда, собственно, вы уже можете показывать своим друзьям, а видите, ну, такая продукт, как будет, понятен и, ну, как бы, достоин, там, достоин того, чтобы, по-моему, показать его маме, как мы это делаем, да, чтобы она поняла, что с ним делать, как он может быть и так далее. Соответственно, с точки зрения маркетинга плана, должно быть понятно, какие каналы дают хороший результат, умение рассчитывать конверсию, умение, соответственно, масштабироваться на этих каналах подвижения. И, соответственно, как, ну, условно, там, результат этого этапа, да, это должно быть понимание общения рынка, да, потому что инвестиции, они всегда подразумеваются под развитие продукта, либо рынок, либо шеймеринг. И следующие шаги, следующие шаги, соответственно, после получения такого рода инвестиции, это либо выход на, выход на доходность, либо, соответственно, фиксация какого-то, либо, ну, в целом, выход на доходность, или фиксация, да, уверенная доходность, и exit options поднимать, что с чем уже можно выйти из такого проекта. Собственно, до этого этапа, ну, доход, ну, чтобы дойти до этого этапа, может, потребоваться вполне себе 2-3 года, и некоторые участники могут пожелать уже выйти из такого процесса. Соответственно, дальше мы сформировали такой базовый просто пенель, это тот его простой формат, как он может выглядеть, в сводном варианте, соответственно, подозревается, что мы не… он собирается обычно по годам, потому что по месяцам будет не смысл показывать условно там инвестору, либо там руководству, либо еще кому-то. В этом пенеле есть доходная часть, названием gross profit, соответственно, есть payroll, это зарплата, в которых включаются там, есть цены, налоги и все прочее, страховки и так далее. Есть капекс, в котором подразумевается капитальное вложение, соответственно, необходимое для создания продукта, кроме зарплат. Есть маркетинг, это косы, связанные с продвижением этого продукта. Есть, условно, там, категория остальные расходы, которые подразумевают, ну, все что угодно, там, офис, кофе и все остальное. Есть, соответственно, EBITDA, это, условно, ваша маржа до амортизации, до налогов и дивидендов. Ну, считается, что это, в общем, как бы основной показатель, который может выжить и вырастить налогов. Абсолютно нормально, потому что он, ну, или в 10,5,5 может появляться в будущем. И по понятным причинам, потому что в момент создания продукта вы не можете, собственно, обеспечить его развитие, не можете обеспечить прибыльность в этих точках. И если посмотреть на это PML, если кто-то быстро считает, то понятно, что окупаемость такого проекта, ну, в общем, достаточно длительная, да. И, ну, на нашем опыте и на наших примерах мы не видели проектов, которые окупаются сильно быстрее. То есть это либо адский стартап, который выстрелил, и вы имели убытки, а потом получили прибыль, несопоставимую с убытками. И это произошло за полгода, или год, или два. Либо же у вас совершенно понятная модель, когда вы растете достаточно быстро, как, допустим, в этом примере, и, ну, при этом расходная часть у вас, ну, не может быть очень маленькая. И, соответственно, два с половиной года проект операционный получается убыточным и окупается только на, за счет следующих лет. И если посмотреть, то тут срок окупаемости, там, четыре с половиной года, по-моему. Соответственно, маржинальность, которая выведена в положительных Меда-маржин – это нормальность в процент, можно посмотреть 14, 35 и 52 процента в последний рассчитанный здесь год. Соответственно, это… Это сколько? Что-что? Это реальные цифры? Что подразумевается под реальными цифрами? То есть это был у вас какой-то проект? Это просто пример. Это одна из версий P&L, которую мы считали, скажем так. Ну, это реальные цифры, но он не имеющий ничего реального с текущим проектом, с каким-то из текущих вообще. Ребята, вы считаете P&L на 5 лет, но вы же работаете в интернет-индустрии, интернет-проект, самая быстро меняющаяся индустрия. Это реально? Ребята, посмотрите на P&L, как иначе. Вот вопрос, как пойти к инвестору, имея для вас понятную модель, когда вы убыточны 2,5 года, причем убыточны на 3 миллиона долларов, допустим, в год. И почему мы, соответственно, рассказали вам об этапах инвестиций 1, 2, 3, да? Потому что если вы перебежите, то есть если смотреть на P&L, то понятно, что мы зашли в категорию 3, когда инвестиции уже достаточно большие, да? Там сумма инвестиций получается 3-4,5, там больше миллиона, да? И в таком случае эти инвестиции не могут покупаться быстрее. Я не про то, что я не о размере инвестиций, как в конкретном примере, да, видно, что тут перебежат с миллионами, а я про то, что мы идем к инвестору, говорим, ребята, у меня классная идея, она стоит столько денег, полотенка, сколько денег, сотен, очень важно. И я предлагаю проснуть ввоз на 5 лет для тренировок проекта. Любой инвестор, скорее всего, скажет, ты же не автозавод хочешь построить? Автозавод срок у автозавода 30 лет, то есть там просто другие сроки совершенно. А у недвижимости это десятки лет. Ну, то есть там по-другому не бывает. Реально, и рассчитывает P&L на 5 лет. Во-первых, смотрите, тут очень важно, почему мы показали, вот сейчас там две оторванные картинки, то есть мы показали инвестиции, там равные инвестиции, и вы получаете вот это. Вот как бы абсолютно четкий пример того, что вы получите. Если же вы делаете это постепенно, создавая прототип на там 30 тысяч долларов, понимая, что он работает, продолжаете дальше развиваться, получаете там, не знаю, допустим, вам нужны деньги на маркетинг, допустим, да, или на продукт. Или наоборот, вам не нужен вообще маркетинг, вам нужен только продукт. Вы постепенно развиваете продукт, он растет. В какой-то точке через два года у вас получается расходов, там, не знаю, 200 тысяч долларов, допустим, или 300, да, а убытка получается на, там, не знаю, на 30 тысяч долларов. В следующий год вы просто окупаете все свои предыдущие года. Эта картинка выглядит по-другому, и там не нужно пять лет. Там нужно, не знаю, два-три года, да. Поэтому, собственно, как пример, что вот, ну, если вы перескакиваете этап, попадаете в высшую категорию, вы получаете такие минусы, а по-другому это быть не может. Соответственно, чудес не бывает здесь. Да, я хотел сейчас комментировать, да, вот, если вы попадаете к инвестору, да, который вам говорит, ребята, интернет, то очень динамично и быстрее, да, то есть мы очень быстро развиваемся, поэтому у меня к вам единственный вопрос. Когда через полгода вы мне вернете мои инвестиции? То есть постарайтесь как-нибудь встречу довести до конца, да, то есть попрощаться больше к этому инвестору не обращаться. Вы не сможете, полгода вы заняты не сможете. Вот не получается. Куча есть ошибок, да, то есть при расчете, да, то есть там и за полгода что-то получается, и занят что-то получается, да, то есть это говорит о том, что ПНР почти не правит. Ну, вот, собственно, три самых крупных просто ошибки, которые бывают, да, ну, первый пункт – это реально очень красивый ПНР. Вот у меня смотрите, как вы это для вопрос, да, потому что здесь он некрасивый, по вашему мнению. И очень многие инвесторы точно так же будут думать, что он некрасивый. То есть если он получается очень красивый, значит, он нереальный. Ну, он красивый, но он просто очень долгий. Ну, окей, если мы хотим его сжать, получается, до двух-трех лет, то вы получите вот 2016 год, допустим, или там 2015 минус полтора миллиона убытка, да. Если вы замените его на, там, ноль, то вы рискуете на, там, легко на полтора миллиона долларов в операционке. То есть вы не сможете найти эти деньги как-то еще. И рынок не может взорваться, да, и, допустим, в 2015 году дать вам не три миллиона гроз профита, а четыре с половиной. Вот, ну, не бывает чудес. Такую модель можно считать, когда вы понимаете рынок. Вот такую. Когда рынок непонятен, имеет смысл идти шагами. Маленькими, постепенными. И это принципиальное отличие. То есть нельзя одним шагом в миг перейти из новой точки в последнюю. Это как бы очень, ну, крайне опасно. И, соответственно, вторая, да, там, категория, что выручка растет на 100% каждый год. Такое может быть. Такое бывает. Но если вы берете какой-то более-менее устраивший сегмент, так не бывает. То есть это, соответственно, там тоже чудеса. Раз при этом, да, там, ну, классическая, классическая обманная схема выглядит так. У вас там, условно, выручка растет на 100% каждый год, а доход, расходы падают. Ну, просто, понятно, два графика, которые делают бизнес красивым. Так не бывает. А у вас есть примеры вот таких маленьких? Маленьких, что? Маленьких пенель, которые на каждом этапе. То есть там, ну, два, то, а, ну, не знаю. Ну, вы можете и в любой пенель поставить любые цифры, у вас получится, ну, в любой ваш штаб. Вы можете там упражняться за то, что забивая их 100 миллионов или 10 тысяч долларов. Ну да, то есть от этого просто и будет меняться табличка. А вот я что хотела сказать. Смотрите, цель, да, то есть вещь достаточно бездушная. Да, в смысле, она цель не спорит. Вы задвигали снижение расходов? Ну, покажут, или думаем, что это прекрасно. Да, здесь включается магия числа, в которой нужно быть очень осторожным. Почему это говорит? Да, потому что мы считали, что раньше у нас по цели были вообще, ну, то есть там, на нобелевскую премию. Ну, реально, допустим, полтора года и все. Потому что вы лешите, думали, что и беда маржин, там, совершенно невообразимый. То есть сейчас, если мы вдруг в ДНЛе видели какие-то садисад, да, то есть мы начинаем перепроверять. И у нас пока еще не было вот такой вещи, да, чтобы после перепроверки эта штука устоялась. Потому что мы там, условно говоря, пока шли за кофе в стармос, да, мы насчитали какой-то стартап, у нас получилось там полтора миллиарда в месяц гросс-профитов. Ну, то есть, пришли по кириллу на Excel, да, получается. Потом еще раз пересчитаем два раза, да, получается, что совершенно не такая история, да, там, 15 миллиардов, ну, там. Погоду. Погоду, да. Да, это получилось полтора миллиарда в месяц легко. И причем мы сейчас в состоянии, да, то есть даже обосновать. Ну, то есть, наврать, пообещать, сказать, все, да, то есть, но в это уже никто не верит. И в короткие вещи, и в безумные деньги. Ну, то есть, если мы начнем кокаинную торговку, да, то есть, по ночам там много, не получится. Соответственно, дальше просто еще один момент под названием, там, удивительная оценка компании. То есть, обычно, из-за чего все это делается, да, условно, интернет-бизнес, по понятным причинам, вот как, собственно, увидели в Френелле, он в краткосрочной перспективе не было и прибыльным. Соответственно, один из примеров, ну, как бы один из сценариев, да, что, собственно, основным критерием является не прибыльность его, а его оценка, стоимость этого бизнеса. И есть, условно, ну, как бы один из самых правильных способов оценки, это оценка от EBITDA. То есть, вы не выручку какую-то грязную умножаете там на какие-то цифры, да, а умножаете ваш доход до налогов, до амортизации. В нашем случае, условно, в нашей табличке в последний год у нас был доход на уровень 5,2 миллиона, соответственно, есть мультипликатор, который считается адекватным, там, не знаю, в интернете в России на уровне 15 раз, 15x, и оценка компании получается, там, 78 миллионов. То есть, можно посмотреть, что если там открутиться назад, то мы вложили в проект, ну, чистых минусов, у нас получилось, там, условно, там, 5,5 миллионов долларов, там, на 6, да, а оценку мы получили в 78. И по ссылке вот здесь у нас, просто укратили ссылку, соответственно, есть табличка с разными мультипликаторами для разных сегментов, соответственно, которые можно посмотреть, в зависимости от вашего сегмента, какой будет мультипликатор, какая будет оценка. И нужно понимать, что интернет-проекты являются, ну, собственно, по сути, они не ограничены ни территорией, ни покупателями. И подразумевается так, что, собственно, почему вот так высоко они оцениваются, потому что, если вы занимаете какую-то нишу, получаете какую-то аудиторию, то вытеснить вас или убить, сместить с этого пуска рынка, который вы получили, ну, практически невозможно. И, условно, это возможно с течения времени, с появлением конкурентов и так далее. Если, допустим, посмотреть на яркий пример, там, Скайп, который был, ну, собственно, куплен Майкрософтом не, там, относительно не так давно, за, там, сумасшедшие 80,5 миллиардов долларов. Вот, основная идея в том, что они заняли большую, очень большую долю рынка, голубой, да, соответственно, и голосовой телефонии через интернет. И, ну, невозможно так быстро создать какого-либо игрока, который бы взял бы и прибил Скайп и оказался бы столь интересным. Поэтому интернет-бизнес, они оцениваются очень высоко за счет того, что, если они занимают какие-то ниши, то с этих ниш их достаточно сложно подвинуть. И вот вся, там, вся капитализация, которая у этих проектов есть, их пользовательская база, поисковый, там, не знаю, поисковый трафик органический, прямые пользователи и так далее, их ценности, она, как бы, формируется долго, но при этом очень-очень-очень долго сохраняется. Безусловно, есть примеры, когда проекты убиваются, там, достаточно быстро и, как в любом сегменте, да, там, ну, как в любом, с абсолютно, направлении бывают, там, ну, там, минимум-максимум, да, то есть можно убить проект быстро. Там есть, в принципе, интересный пример, там, не знаю, WhatsApp, да, который есть на всемобильные платформы, который довольно бодро стартанул и занял большую долю, да, и сейчас потенциально его хотят купить, там, крупные интернет-компании, чтобы получить эту, ту долю, которую этот проект, собственно, занял. И по-другому этого просто не сделать, то есть нельзя взять и создать еще одного игрока, да, там, рядом, ну, яркий пример, это вот WhatsApp и iMessage, которые есть на iPhone, и, собственно, WhatsApp занял существенный кусок рынка, и вытеснять его, ну, как бы, ну, невозможно, соответственно, его можно купить только. Поэтому он будет стоить дорого, при том, что выручку он генерит только за счет продажи аппликейшн, да, и причем на разных платформах он бывает бесплатным или платным. То есть сказать, что он генерит безумный ревеню тоже невозможно, потому что пользователь единожды его купил и пользуется на протяжении, там, годов условно. Следующий слайд достаточно траурный по своему смыслу, но если вы его сможете осознать, то вы поймете, что делать не стоит. Да, то есть основная идея этого слайда, что когда вы идете за инвестициями, практически любой инвестор, в зависимости от своих фантазий, оценивает кратность своих инвестиций, ну, абсолютно многократно. То есть классический фонд оценивает свои инвестиции, там, там, x10, да, собственно, если он вложил 5 миллионов долларов, то через, там, в среднем, через 3-5 лет он хочет вернуть 5, может, на 10, то есть 50 миллионов долларов. Соответственно, вот на этом примере, да, то есть понятно, что, если вам нужно отдать фонду 50 миллионов долларов за 5 лет, то очевидно, что фонд забирает, обычно, там, десятки процентов, это могут быть, там, 5, 10, 15, 20, 30 процентов, да, то есть я взял в расчет 20 процентов, то получается, что стальность компании должна быть 50 миллионов. И если откатиться еще, там, на пару слайдов назад, то вот мы видим, что у нас получилось 78 миллионов, при довольно хороших раскладах. Соответственно, вот этот слайд, ну, по сути, убивает такую модель, то есть означает, что, ну, если вы пойдете по такому сценарию, понимая все это, то у вас есть два варианта. Либо вы отдаете фонду значительно больше, чем 20 процентов, либо вы можете оправдать его надежд на мультипликатор. При этом, если вы не оправдаете его надежд, то, собственно, они будут инвестированы. То есть модель фондов заключается в том, чтобы инвестировать, безусловно, в рисковые проекты с разной вероятностью. И поэтому они берут на мультипликатор 10, потому что часть проектов просто умирает и сгорает, а часть проектов износит их, собственно, на мультипликатор. И в среднем они получаются прибыли. Ну, вот такой подход означает, что, в принципе, нет смысла прыгать из нулевой точки в последнюю. Вот классический пример с 5 миллионами показывает, что, ну, вот, 250 миллионов в Ли-Эфе у нас делают, ну, не знаю, если у вас есть интересная, мега-интересная идея, на которой вы сможете заработать условно в, как мы тут посчитали, 5,2 миллиона дохода в год, ну, как бы, минимум, да, точнее, больше 5,2, а в, примерно, 4-5 раз. То есть 10 миллионов долларов нужно дать дохода в миллион в месяц. То, как и вы можете брать 5 миллионов долларов, если нет, то нет смысла делать это так. Имеет смысл это делать по итерациям, по чуть-чуть. И очень многие развивают проект на свои деньги, на свою выручку. Это самая идеальная ситуация, когда, ну, скажем так, это самая идеальная ситуация развития своего бизнеса, потому что в этом случае вы получаете, может быть, оценку не в 78 миллионов долларов, да, там, я не знаю, в 7-8 миллионов долларов, да, но при этом 100% там или около 100% бюджет вам, при этом вы на следующем раунде можете продать, там, 5-10% компании, и это будут совершенно другие условия, совершенно другие деньги, которые вы совершенно, там, понятно потратите на его развитие, там, либо на другие рынки, либо на получение большей доли рынка в, там, текущем регионе. Вот, соответственно, ну, коротко всего, мы сейчас откроем P&L, вот, и дальше сможем показать, просто мы сделали 2 расчеты, там, не знаю, может быть, сможем 3 даже показать, 1 для информационных проекта, 1 для иконкурсов. Посмотрим, потому что мы просто, как мы это считаем, скомментировать, рассказать, как мы это делаем, и, собственно, сможете задавать вопросы. Я хочу просто немножко прокомментировать данный слайд, и рассказать наш кейс. Соответственно, я занимаюсь на основном образовании, стартап, мы выводим в вузы, крупные, в виде того, что в школе экономики, в онлайн-сесс-продукции. То есть, улучшение политикации, программы подготовки, и так далее, и магистратуру. Сейчас, соответственно, разработка системы онлайн-изучения, разработание продуктов, видео, съемки, и все остальное, у нас заняло где-то, я думаю, год. До этого года мы занимались и другие сегменты, то есть, работали по заказу крупных фирм. Год назад мы решили выходить, уже больше года назад, на D2C, то есть, соответственно, предлагать продукты для прямого потребителя. Мы посчитали очень классный P&A, сложный, большой, учитывали все. Амортизацию, инфляцию, считали человеческий капитал, рассчитывали, как с ростом продуктов, какие нам нужны действительно люди, что будет увеличиваться, когда нам надо будет увеличить в офис, когда нам нужны будут новые мощности подгибы и так далее. То есть, это реально, рассчитали все. Да, сразу могу сказать, что если вы приходите к инвестору и говорите, я готов вам отдать конкурентный пакет, вся дать нам целей больше, инвестор решит, что вы, в общем-то, не амбициозные, и это уже минус. Мне кажется, что 20-30% это реально то, что можно отдавать инвесторам. При этом у нас немножко другие цифры были, чем здесь. Действительно, абсолютная точка мультипликатора 10. Он у нас выходил. Сразу отвечу на вопрос. На 5 лет. Все считают на 5 лет. И если вы приходите к инвестору, зависит от проекта. Ну, я не знаю, у нас на 3-й годах упаянят в нуле. 4-й год мы показываем прибыль, 5-й год мы нестигаем определенного процента от, соответственно, общего рынка. Так что, ну, я не знаю, но на 3-й годы очень редко видел Геннелька. Я, если честно, может, одну-другую видел, но на очень небольшие проекты, там все очень четко посчитано нише. Вот, соответственно, мы пошли к инвесторам. Я думаю, там фондов... Мы сразу пошли к ВСИ, нам требовались несколько миллионов долларов. Мы вошли к инвесторам фонда. Для кого-то просто проекты были неинтересны. Не было специализации. Кто-то не понимал. Вот, интересная ситуация была, что, на самом деле, у нас было нужно принимать онлайн-ключения и понять рынок. У нас было исследование Евромонитора, довольно, в принципе, консервативная контора, которая в нашем случае показала слишком завышенные показатели, и на самом деле нам все испортила. Вот, то есть Евромонитор, который обычно делают исследования, дорогие, такие, крупные, на Европу, в принципе, отражают действительно ситуацию на рынке, в данном случае показал, ну, просто теряльный какой-то рост, и никто не верил. Соответственно, решили, что ошиблись, и, соответственно, хорошее исследование просто не засчитывали. Дальше мы достали через таких знакомых-знакомых исследование закрытое от одной из крупных консалтинговых фирм. Заказывалось, его нам стоило бы 300 тысяч долларов. Соответственно, мы достали похожее, но только для другого рынка. Мы его пересчитали, исходя из России, уменьшили. Вот, ходили к инвесторам. Инвесторы чаще всего говорили, вот, красивый финейль, все очень здорово, при этом у нас не было вот таких вот каких-то реально сложных там. Мы покажем там, мы были выречены там такое-то, покажем таких плюс 200 процентов. Все очень нормально, спокойно, рост, все рассчитано. Они говорят, все здорово, финейль давали каким-то аналитикам, которые там закончили вы, что все остальное недолго высчитали. А потом, вот, сидя за кофе, они говорили, ну, слушай, я понимаю вот это вот ваше онлайн-образование. Вот, вы не понимаете, вот не могу понять, не верю, не инвестирую. Ну, вот, просто вот на уровне ощущения. При этом, на самом деле, по большей части, многие, с ним очень уважаемые люди, действительно, делают правильные инвестиции. Но, вот, просто не чувствовали, не готовы были. Хотя, в общем-то, вот сейчас, и там, в плане образования, там, на Западе, с большейшими инвестициями и так далее. Некоторые фонды были заинтересованы на смысл этого условия. Многие хотели сразу не менее 51 процента контролировать. В общем-то, в конечном итоге, совершенно случайно, с ПОСКИ, мы договорились с одним из крупных фондов. Мы подписали снижение соглашения. Вот, и, соответственно, последний, ну, то есть, соответственно, уже все, все началась процедура. Да, и в последний момент мы отказались от инвестиций, потому что мы поняли, что мы не сработали все с инвестором. То есть, мы думаем по разному. И, в общем-то, приняли все сложное решение развиваться на свои деньги. В общем, я думаю, что мы решили, в принципе, первый раунд, а то есть, есть несколько раундов. Вы поняли, что пока можем, и, в принципе, я такой совет понимаю, не будем работать на свои деньги, вот, и ничего себе не оставляя. А потом уже, если что, можем масштабировать, и, может, даже уже не присевать, или, не знаю, крупным инвестором, типа Барин, ПОСКОВКИН, ну, зависимости от того, кто о чем занимается, да? То есть, дело в том, что я зависим. Вот, в моем случае так оказалось, что инвестор, вольного, которые гонят, вольные, которые возбираются в IT-стартапах, в случае, когда интернет является скорее провайдером и не является, вот, чистым интернетовским бизнесом, потому что, на мой взгляд, онлайн образование – это только отчасти этот интернет-бизнес. Получилось так, что у нас нет таких инвесторов, которые готовы инвестирую в России. Зато зарубежные инвесторы, страшно говоря, 51%, потому что, ну, не доверяют к нашему. Ну, вот, примерно такая вот история. Так, а сколько вашего стартапа участвует? Ну, относительно B2C, мы, вот, полтора года имеем в теме. Относительно B2B, то есть фирма существует два с половиной года. На B2B мы зарабатывали, там все проще, да? То есть у вас будет заказ, курсы, вы их делаете, вам все понятно. Там прямые продажи, там совершенно другой бизнес, но он узкий, сложный, по-разному. Ну, на самом деле, не мешали. Сзади просто чего-то отборываются. М? Какие музыки? Какие курсы? Курсы, да, курсы на изучение. То есть это тренинги, курсы, программы повышения квалификации, программы подготовки. Не вид, не форма, а тема. Тема? Тема самая разная. На самом деле мы не делаем свои темы. Мы делаем их от вуза. Вот сейчас вот запускается вот. Сегодня мы запустили институт бизнес-голого администрирования в формате онлайн. То есть он предлагает свои продукты. Сейчас, в течение весны, еще будет запущено несколько университетов, более даже крупно. Вот. И да, это, соответственно... То есть у вас есть какая-то платформа, какой-то агрегат, правильно понимаю? Ну, если говорить про наш визит, то мы абсорсим процессы вуза по выводу онлайн. То есть, соответственно, это продакшн, это производство курсов, запись видеолекций, создание интерактивных программ, кейсов и так далее. Раневый курс, дальше маркетинг и запор. То есть вуз является в данном случае таким... Он предоставляет преподавательский состав и оказывает образовательные услуги. То есть вычисляет и отчисляет. И вы выдаете рекламы. Сошло. 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 Вот здесь вот очень тонкий момент, понимаете, у каждого инвестора есть свои интересы, в том числе и политические. Вот. А еще в нашей стране есть возможности влиять не только, ну различными способами на стартапы. в зависимости от деятельности. В общем, тут очень тонкий момент, я и так, наверное, по крайней окажу расскажу. Да. Мы тебя довезем до дома. Смотрите, очень просто, да. Представьте себе, что эти деньги, они появились, допустим, каким-то там преступным путем, да. То есть, ну условно, да, вы инвестор. Инвестор достаточно, ну скажем так, конкретный парень. Да, то есть, ну у вас, например, через год просто все отберет, да, и вы отойдетесь ни с чем. Нас все вы спросили, у вас все отберет. Ну это вот такой пример, да. То есть, он говорит как с деньгами, и сейчас вроде поговорить разумные вещи, да. То есть, ну вы как-то вот инкуитивно понимаете, что через год вам просто скажут спасибо, да, до свидания. И будете рады, что там в живую останусь. Ну, безусловно. Это я на кран, что будете на кран? Вот, но вот это называется, почувствует, что инвестор какой-то не такой. Управлять кто-то сможет. Управлять кто-то сможет вперед. Ну, вы знаете, тут много историй. Я думаю, что ему это не важно. Ему это не важно, да. Так бывает. Ну, понимаете, в принципе, откровенно говоря, мне кажется, с какого-то момента у некоторых стартапов все разговаривается, от некоторых стартапов смена команды на вот. Тут ведь у фирмы, мне кажется, есть два таких этапа. Когда вы выводите, она говорит, да, то есть это одна команда. А потом, в общем-то, она не занимается никаких стартапов. Ну, просто вот, не знаю. То есть, есть люди, которые официалисты, в принципе, как? Вот, они созданы для этого. Есть, которые вот стартапы. Мне кажется, я вот так и сделал. Я не знаю, как вы считаете. Ну, можно и будет. То есть, смена команды на определенном этапе сильно, на мой взгляд, это проект не повышает, если все бизнес-процессы выстроены. Уже. Поэтому, я думаю, что, если честно, когда вы, в принципе, вот уже ахмулировали себе, все создали, отстроили бизнес-процессы, смена команды, в принципе, не так страшно для меня страшно. Поэтому, никто не отстраивает бизнес-процессы, замыкается на себе, чтобы не было возможности подвинуться. Ну, не будем. В реалиях. Так, сейчас давайте-ка я попробую показать. Блин, он праленький такой. Так, сейчас постараемся вот от экрана ложиться. Что интереснее, e-commerce или информационный проект? Информационный проект. Окей. Необычка. Да, неожиданно. Значит, собственно, вот то, что вы увидели… Сейчас масштаб постараюсь уменьшить. Вот. Значит, видно плохо, но лучше, наверное, мы не сделаем. Значит, соответственно, история сверху, вот, посчитана укрупненно по годам. Есть сводные строчки, которые вы видели в слайде. Соответственно, дальше есть, если в самый низ спуститься, то есть, соответственно, доходы. То есть, самое важное в нашей истории – это доходы. Потому что расходы просчитать гораздо проще, а вот с доходами все будет сложнее. Значит, есть месячная аудитория, в среднем в год мы ее считаем. То есть, для простоты здесь она считается как средняя по году. То есть, в начале года это может быть меньше, в конце больше. Соответственно, вот эти цифры, по которым я сейчас двигаюсь – это наши года. Значит, для информационного проекта, что, собственно, важно, да, есть количество страниц, есть, соответственно, количество просмотров, которые генерируют вам доход. То есть, доход в информационном проекте создается из, ну, нескольких позиций. Первая позиция – это дисплейная реклама. Она на текущий момент все еще большая в деньгах. Второй момент – это, условно, контекстная реклама. То есть, любая реклама, которая генерирует доход не за счет показов, а за счет кликов. Третья, соответственно, это подписки. В нашем случае мы здесь назвали это, там, условно, подписками дилеров. И, там, переведено число, там, 100 дилеров, 1000, 2000 и так далее по 2000. Соответственно, cost per year – это стоимость в год, очищенная уже от, там, что-нибудь в транзакции, от налогов и всего остального. То есть, это чистая над стоимость. Соответственно, вот такими блоками посчитано на этот доход. То есть, этот доход в год, да, там, миллион рублей, там, условно, здесь рублей 25, миллионов 70, миллионов 80, там, 84. Соответственно, дальше есть отдельный блок, связанный с доходом от кликов. Значит, доход от кликов считается следующим образом. Мы понимаем, что у нас в месяц в среднем 2 миллиона 605 тысяч пользователей, а есть средняя конверсия в клики внаружу. Мы понимаем, что это порядка 11%. То есть, если посчитать 11% от 2 миллионов 605, то получится 286 тысяч 550. Соответственно, есть некоторая стоимость одного клика, который вы получаете. Вы ее можете получать за счет условно установки Яндекс.Директа, Google Adsense или самостоятельной продажи, или продажи посредством какого-то участника, да, то есть какого-то агентства. И стоимость такого клика, допустим, будет 8 рублей. Соответственно, доход, который вы будете получать, то есть перемножим, умножается количество кликов и стоимость кликов. И получается, соответственно, доход. Значит, в случае с дисплейной рекламой у нас важно показать, какое количество страниц просматривает пользователь, чтобы мы понимали, какой качественный показ у нас есть. Соответственно, если у нас также 2 миллиона 605 пользователей, глубина, собственно, глубину на одного пользователя мы заложили в 12, довольно высокая глубина. И, ну, как бы, здесь мы условно знаем, что там наш продукт делает такую глубину в месяц на одного пользователя. То есть в среднем один пользователь делает порядка 20 просмотров разных страниц. Это средняя величина. То есть какой-то пользователь может делать один просмотр, какой-то пользователь 50. В среднем получается 12. Соответственно, дальше есть количество страниц, которые, конечно, показывает страниц, которые у нас получаются в году. Это 75 миллионов 20 тысяч. Дальше у нас есть условно накопленное по нашим знаниям СТА, так называемый sales rate, то есть это количество доли проданного инвентаря, доли проданных показов. То есть всего у вас 35 миллионов, то из них реально коммерческих у вас 30%. В среднем, опять-таки, за год. Потому что, безусловно, какие-то в какой-то месяц, недели или день у вас продаются там 100%, в какой-то 0%, в среднем это получается 30%. Это некоторая средняя статистика по рынку. Цифра может варьироваться от 30 до 100%. 100% мы еще не видели никогда в среднем за год. Соответственно, есть такое понятие, как ECPM, это effective cost per miles. То есть это эффективная стоимость тысячи показов. Имеется в виду, почему она называется эффективная, потому что страница состоит из разных рекламных блоков, и эффективная – это стоимость сумма всех этих блоков рекламных. То есть это количество денег, которое дает вам один показ. Собственно, тысяча показов таких страниц. По нашему опыту, условно, мы высчитали некоторую цифру. Это порядка 105 рублей, очищенных уже от всех комиссий и прочих вещей. И для того у нас получился, соответственно, доход на уровне 11 миллионов, потом 24, там 46, 65, 104 и так далее. А выше, собственно, что для нас важно является для того, чтобы делать все эти показы, собственно, клики и так далее, нужно на аудиторию. Соответственно, здесь мы считаем аудиторию. Она состоит из разных категорий. Есть type-in traffic – это, собственно, люди, которые самостоятельно пришли на ресурс, набив его название. Мы посчитали, что в первый условно год – это 5 тысяч в месяц в среднем. Organic – это органический поисковый трафик. Мы посчитали 100 тысяч переходов в месяц. Social traffic – это, соответственно, трафик социальных сетей. Мы посчитали полмиллиона в месяц. Цифра достаточно большая. Здесь нужно опять-таки смотреть от специфики этого сегмента. Мы заложили такую цифру. Соответственно, потом дальше мы считаем контекст и его стоимость. В принципе, единственная история, которую мы покупаем в нашей модели, которую мы заложили здесь – это контекст. Это, соответственно, Яндекс.Директ и Google AdWords. Стоимость клика мы заложили на уровне 2 рублей. Можно посмотреть количество уников, которое нам нужно для достижения. Соответственно, мы посчитали 2 миллиона. Соответственно, мы перемножили… То есть, 2 миллиона уникальных пользователей – это порядка 2 миллионов 400 переходов. То есть, опять-таки, переход не равен уникальному пользователю. Яндекс и Google продают переходы, а не пользователи. Соответственно, мы пересчитываем, получаем, умножаем на 2 и получаем 4 миллиона 800 рублей стоимость этих пользователей в месяц. Таким образом, если вверх подняться, у нас получается 4 800 в месяц, который мы умножаем на 12 месяцев, делим для тысячи, для простоты угрожения, получаем 57 миллионов рублей. Соответственно, остальных расходов у нас порядка полутора миллионов рублей. Зарплату мы рассчитали на 74 миллиона рублей. Такое бывает, кстати. И доход в этот год на уровне 40 миллионов рублей. И таким образом у нас получается убыток в 93 миллиона рублей. То есть, вот это вот классическая, вот такая тяжелая модель перехода из нуля для отжирания доли. Нужно понимать, что у вас будет порядка 2-6 миллионов в месяц. То есть, это довольно большая посещаемость, которая нужна для того, чтобы выйти на какие-то определенные высокие доходы. В 2018 году мы посчитали доход на уровне 301 миллиона рублей. Ну, как бы это вот, условно, один из кейсов, как мы считали, одна из моделей, которую мы считали для наших проектов. Да, я хотел бы скомментировать вот ошибок, которые здесь могут возникнуть. Вот, посчитать, такое бене. Смотрите, да, то есть, и понимаете, что это динамично развивается, то есть, и вот эти вот минусы в течении 202, да, и жутка пугает. Вы начинаете рассматривать, как бы нам так сделать, чтобы он был более профит или более секс. Вот, начинается разговор. СТА-3-2, слушайте. Ну, у нас же просто присутствует. А почему мы двигатели заложили? Давайте мы будем 45. Вот, если мы сейчас заложим СТА-45, то ситуация кардинальным образом изменится. Потом, дальше, например, к рекаму. Векам-то 11%. Слушайте, ну, у нас же к культуринических, да, там пользователи, вот он покупатель у вас. Причём, вот, один из простых. Он будет у вас. Давай заложим, давай. Вот, сделав три ошибки в бананте, в гостиаре, и в рекаунте, да, то есть, можно вывести его уже, он, наверное, на саму, на эту или на третью, уже положительную и прочее, да, то есть, но это та ошибка, да, то есть, то есть, вытюмите бене на это для того, чтобы он будет потратиться. Тем самым, обмануть и сами себе. И она потом может очень свежую боку вывести. Дай Богу появился инвестор, который не перепроверит это. Да, то есть, не от достойных, которые скажут, что, там, СТА на таком проекте, в такой линии, не может быть таких реклам. Таким, да, то есть, и инвестор просто скажет, что он может поверить, а потом будет достаточно трудно объяснить, как так набирали было всё замечательно, а там до сих пор там минусы. Можно я? Давай. Конечно. Такой. Дай большой момент, как раз инвестор. Соответственно, так получилось, что у нас, когда был такой роншот, да, когда продавались, искали инвестор, 10 финансовых планов составили, соответственно, люди без маркетинга, да, то есть, мне они заложили такой средний CTR, там, в 5%, и очень красиво, молодец. Стерать чего? А, ну и CTR, прошу прощения, конверсию в лид, да, то есть, соответственно, человек, который пришёл на сайт, там, допустим, пришло тысяча человек, 5% из них сделали какое-то целевое действие, оставили там заявки или ещё что-то. Ну, на самом деле, в том случае, это был прямо, с тысячи человек 5% будут нашими клиентами. Когда это увидел один из инвесторов, как он сказал, 5% – до свидания. Да, то есть, он сразу понимал, что 5% конверсия, там, просто заложенная сначала, нереально. И вот просто вот весь огромный BNL, который был посчитан, все косты, которые там фиксированы, ну, человек, в принципе, нормально, он делал BNL, не для интернет-проекта. Он заложил всего одну штуку, да, то есть, это конверсию, да, 5%, а это очень высокая конверсия. И это нас сразу послал мне, если только не бывает. Ну, это просто как нормально занимается, помню. Ну, вот, соответственно, то есть, смотрите, если есть какие-то вопросы, вы можете их смело задавать, если нет, можем просто e-commerce посмотреть BNL, как мы его там прикинули, или там посчитали. А хиткаунт, ну, это сокращение, условно, количество людей, которые в проекте задействуют. То есть, там, 36, если посмотреть на американские какие-нибудь проекты там, ну, тематические, то там, может быть, и 100, и 200 человек в проекте. Потому что они, в случае с Штатами, они там делают, ну, как бы полноценный интернет-бизнес для ниши. Они предоставляют, как бы, показы. То есть, в нашем случае, если вы посмотрите, да, и обратите внимание, что мы, один из вариантов там монетизации, это подписки для профессионалов, скажем так, да. Но если смотреть на другие рынки, как то Америка или Европа, то они давно отказались от такой модели. И, ну, как бы, основной моделью является, ну, по сути, продажа услуг конечного потребителя. Перепродажа, скажем так, да. И, ну, как бы, это тоже довольно важно и принципиально. Потому что, если строить какой-то проект, то имеет смысл, ну, изначально понимать, что, там, через, там, в горизонте пять лет, там, хорошая бизнес-модель, она строится на, ну, как бы, нативной помощи бизнесу, да. То есть, если у вас автобизнес, то автобизнес, ну, как бы, ну, не нужны ему показы, да. То есть, ему нужны пользователи, клиенты, которые хотят тест-драйв, хотят машину, хотят что-то еще. То есть, это, опять-таки, имеет смысл, в зависимости от тематики, очень четко, ну, понимать, чтобы через три года или два года коренным образом не менять свой проект. Это будет очень сложно и дорого. Да. Как вы делали вывод, что стоимость клипа будет уменьшаться? Потому что увеличивается по истории или почему? Какая у нас стоимость клипа из контекста? Да, контекста. Это, на самом деле, подразумевается так, что мы изначально можем покупать, это условная цифра, кстати, по 2 рублей, не надо их брать на реальный счет. А модель бывает изначально такая, что вы изначально покупаете наиболее релевантную аудиторию по наивысшей цене. Постепенно, когда у вас появляется органический трафик и другие более релевантные источники, вы начинаете постепенно задвигать контекст и уменьшать его в количестве, и уменьшать его в стоимости в абсолюте. То есть, уменьшая стоимость, уменьшаете его количество. То есть, один из принципов работы. Можно по 2 рубля купить миллион, а можно по 1,6 рубля купить полмиллиона. Это будет отсечка максимальной емкости в аукционной цене. Это один из вариантов. 2 рубля – это очень мало. Ну, это очень условная стоимость. Это нереальная стоимость. Вот этот вот Excel чем примечательен? То есть, вы можете сюда забить, Вы считаете, что он 10 рублей? Я вам, кстати, сейчас забью 10 рублей, от интереса. 24 миллиона в месяц. 288 миллионов маркетинга за год. Ну, собственно, вот. То есть, прикол этого Excel и любых подобных, когда вы можете более-менее автоматизировано пересчитать любые вещи, поставить, не знаю, 15 рублей, понять, что у вас убытка на 467 миллионов рублей. Ну, как бы, просто лезется. Еще есть какие-то вопросы по такому PNL? Окей, давайте тогда посмотрим e-commerce. Значит, по поводу e-commerce. Мы, безусловно, изобрели какой-то свой PNL. Каждый может изобрести свой, на самом деле. Вот Excel позволяет делать любую гибкую структуру, как вам удобно, как того хочется. Значит, опять-таки, от пользователей, если пойти. Значит, что мы посчитали? Мы посчитали, что есть ежемесячная аудитория. Допустим, если это интернет, то да нет. Цифры очень условные, они не живые, могут показаться там большими или очень большими, но это пример. Соответственно, есть посетители, ежемесячное количество посетителей в среднем, опять-таки, по году. И есть, соответственно, такое понятие, как юзербейс. Есть, условно, клиенты, либо это пользователи, которые зарегистрировались. Так или иначе, оставили свои контактные данные, которые вы можете связываться. Есть, соответственно, еще частота возврата в год в среднем этого юзербейса. То есть, мы за год собрали 35500. Должен понимать, что цифра собирается за год, ну, как бы накоплена. То есть, на конец 12-го месяца вы получаете эти 35000. То есть, на начало первого месяца у вас ноль. И они накапливаются. То есть, текущий Excel, он не рассчитывает, ну, не учитывает это распределение. И это может быть, в общем, довольно серьезной ошибкой. То есть, это можно легко заложить сюда цифру по кварталам, по месяцам, либо вообще там, ну, условно, мин-макс, да, чтобы считать очень осторожно среднюю величину. Ну, более правильно, потому что можно ошибиться на последующих годах, когда цифра уже там под полмиллиона очень сильно. И, соответственно, есть, после этого рассчитывается количество, ну, условно, зарегистрированных пользователей, которые у вас есть, да. То есть, мы их посчитали как 35500 умноженное на 1. В последующие годы, соответственно, мы посчитали retention rate, это частота возврата пользователей к интернет-магазинам, там, на уровне двух раз. В зависимости от тематики, в зависимости от проблематики, эта частота может быть разная. Может быть, она будет 12 раз, может быть, 22, может быть, 55, да. В зависимости от тематики. Мы взяли два в год, довольно осторожно. Да, то есть, вот по поводу возврата и прочих. Помните, мы на первой лекции рассказывали вам про профили приведения, да, то есть, те люди, которые будут пользоваться вашей продукцией. То есть, для того, чтобы понять, да, то нужно откатиться назад, вернуться к этим профилям, да, их посчитать. Как часто они будут использовать ваш интернет-слайд для каких-то своих потребностей? Соответственно, дальше, ну, как бы, правильным является накопление этой аудитории, да, то есть, в первый год 35 тысяч, потом 85 тысяч 500, и в итоге, на конец года вы получаете 171 тысячу, потом плюс 152, 305, и там, условно, на конец периода вы получаете пользовательскую базу на уровне 691 тысяч. Значит, пользовательская база здесь считалась как 10% от месячной аудитории. Это, как Саша заметил, ну, мягко говоря, до хрена. Вот, поэтому здесь, опять-таки, Excel позволяет эту цифру подставить того, у меня одного процента, двух-трех. Почему поставили 10? Потому что мы считаем, что зарегистрированный пользователь не является покупателем. То есть, вот основная идея здесь, что он может быть, скажем так, пользователем можно приманить разными сервисами, разными подарками, деньгами, купонами, чем угодно, и он может сделать регистрацию. При этом он не будет покупателем в тот момент, он может стать в последующем. Эти вещи, опять-таки, нужно считать. Мы заложили 10%. Опять-таки, можем на лету изменить это на меньшее количество. Значит, дальше у нас есть conversion rate для общей аудитории. Имеется в виду конверсия в заказы. Для общей аудитории это 1%, и для зарегистрированной это 5%. То есть, мы считаем, что зарегистрированная аудитория в 5 раз, условно, более лояльна и более релевантна этой тематике. Соответственно, у нее будет конверсия 5%. В зависимости от ниши. Опять-таки, у вас может быть такая ниша, что, ну, в общем, конверсия 5% не достижила никогда вообще. Да, то есть, вы легко можете здесь поставить, там, не знаю, 2%, например, да, и здесь там 2%, потом поставить 2,5%. И, соответственно, пересчитать модель. Значит, что мы еще посчитали, что количество заказов с общей аудиторией, это 355 тысяч на 1%, это 3550. Это 1% тоже довольно немало, на самом деле. То есть, и здесь нужно четко понимать тематику, получается у вас 1% или у вас получается 0,7. В среднем, конверсия по рынку, как бы, считается хорошая от 1 до 3%. И здесь имеет смысл, как бы, ну, пробовать и смотреть. Соответственно, мы посчитали количество заказов от зарегистрированных, получилось 710. Умножили, сложили и умножили на 12 и получили цифру, там, 46 тысяч. Соответственно, таким же образом мы посчитали последующие года и получили цифры. Значит, дальше что мы сделали? Мы взяли среднюю стоимость заказа. В зависимости от тематики, среднюю стоимость может быть, на самом деле, любая. Мы взяли 2 тысячи, 5, 6, и там, по нарастающей до 7 тысяч. Дальше пересчитали оборот, соответственно, умножив количество заказов на средний чек, получили 140 миллионов. Дальше посчитали, что маржинальность нашего бизнеса, там, 25% с оборотом. Это очень много. Да, оно может быть 5, 10, 13, сколько угодно. Получили, соответственно, gross profit, это ваш доход, 35 миллионов. Получили, условно, там, забили, посчитали, там, порядка, по-моему, 100 человек для такого интернет-бизнеса. Учитывая, что это очень большой объем, там, порядка, там, полутора заказов в минуту, да, по нашим расчетам получается. Для этого нужны немеренные мощности. Посчитали расходы, как-то там, склады и прочее. Посчитали маркетинг. Маркетинг, соответственно, считали таким образом, чтобы нам получить в итоге 355 тысяч, мы считаем, что 5 тысяч у нас будет приходить самостоятельно, потому что мы сделали оффлайн-рекламу в месяц в среднем. Соответственно, 100 тысяч с органического поиска, 50 тысяч со социальных сетей в месяц, и с контекста мы хотим порядка 200 тысяч. Соответственно, стоимость такого перехода в контексте мы считаем, там, на уровне 10 рублей. Получается стоимость, там, в 2 миллиона 400 на контексте, а все остальное мы делаем своими руками, соответственно, это, там, условно, заложенная зарплата. И таким образом получается, там, маркетинг на уровне 28 миллионов, и, соответственно, вот, там, по этому году мы получаем, там, убыток на уровне 84 миллионов, потом на на уровне 27 миллионов, но в 2016 при такой модели расчета мы получаем, там, 95 миллионов дохода, потом 611 миллионов и, там, 968 миллионов. Модель, как бы, нужно понимать, что цифры довольно условные, да, но, в принципе, значит, наверное, если, там, поменять маржинальность, там, с 25 до, там, 15 среднюю, то она будет, там, ну, более реальной. Вы получите более, такие, реальные цифры. А вы здесь кризисы не учитываете? Раз в пять лет происходит? Не учитывая, как вы видите, да, то есть можно заложить и это. Можно заложить, как Саша правильно сказал, инфляцию, все что угодно, потому что это может сказаться, ну, как, достаточно определенно сильно, да. Вот, но учитывая, что у нас средняя стоимость заказа, там, от трех тысяч до семи, то, ну, как бы, в этом сегменте, наверное, много чего не должно измениться. То есть, если мы брали какой-нибудь либо минимальный, либо максимальный, ну, то есть, либо очень дешевый, либо очень дорогой сегмент, то там, наверное, очень многое может меняться. Ну, когда у вас за счет емкости достигается такой оборот и такая доходность, то, наверное, там, многие вещи можно так или иначе списывать. Но, в принципе, это вот какая-то простая версия P&L для e-commerce, ее совершенно точно можно улучшить, там, условно, если, там, мы посидим, там, день-два-три над этим Excel, он будет, там, в разы умнее и лучше. Вот, соответственно, просто нужно желание для того, чтобы это сделать. Вот. Есть какие-то вопросы по такому P&L? А за счет чего вот привыкли сегменты? Вот нормально. Что еще раз? За счет чего он быстро выходит? Уходим, что время не изменится потом? А, смотрите, у нас же, как мы говорили, красивая модель, да, то есть, у нас не растет, не растут расходы на трафик, они уменьшаются на маркете. Они были 2400, 1800, 840, 360. И последний год ноль, потому что мы считаем, что вот ту аудиторию, которую мы набрали за счет органического поиска прямых и социальных сетей плюс нашу клиентскую базу, нам уже достаточно, чтобы на этой клиентской базе делать такой оборот, который мы посчитали выше. То есть идея как бы любого, ну, мега-идеал любого проекта это там к пятому году условно иметь свою пользовательскую базу, которая будет там генерить основной доход. Безусловно, что-то нужно покупать, там, добавлять. Это, опять-таки, тоже очень, ну, утрированная модель, у нас там ноль расходов в последний год. Ну, она действительно как бы такая, ну, немного уложенная, да, потому что по факту, там, отсутствие расходов, ну, в общем, слабо и реально, потому что появятся конкуренты, там, в третий год, в пятый год появятся еще конкуренты. Здесь, скорее, ну, как бы важно считать не кризис, а конкурентов, потому что конкуренты, если они будут очень серьезными и крупными, они могут очень сильно поменять доходы в таком бизнесе, ну, то есть коренным образом. Чем детальнее вы посчитаете, чем круче вас разводится парноя, да, то есть, я думаю, такой виной будет, для меня, парноя существования, да, то есть, если вы везли по карте, на второй год появляется конкурент, да, то есть, рынок уменьшается, стоимость, там, количество рынок уменьшается, но мы все равно, за счет, там, маркетинга, за счет, там, улучшения, мы увеличим, там, не знаю, там, конверсию, еще что-то, мы все равно выкинем, да, то есть, это говорит о том, что вы об этом подумали, да, то есть, и не из суталка все взяли, да, вы идеально оценили ситуацию. Если у вас ситуация шоколадная, да, то сейчас, там, конверсию сделали 10%, то, ну, красота, ну, никто не поверит. Мне кажется, это… тот уровень, который ты можешь себе позволить. Мне кажется, да, тут, как бы Саша правильно сказал, тот уровень, который ты можешь себе позволить, то есть, это же зависит от ваших целей. Логичный, по вашему мнению. Логичным, через, там, три года иметь ноль. По мнению, там, другого человека, логичным, через три года иметь убыток, но при этом иметь большую долю рынка. Вот, смотрите, я, например, делаю для инвестра, к примеру, по созданию интернет-магазин. Так вот, в первый год маркетинговые расходы в размере 50% сотового работа, или 10, все-таки, и без того, он понимает, какие-то должны быть маркетинговые расходы. Нет, все зависит от цели, правда. То есть, ну, я не знаю, Саша, есть что сказать? Ну, потому что, зависит от доли рынка. То есть, зависит от рынка, от сегмента, где вы можете заняться. Если вы можете занять, то есть любой интернет-бизнес строится по принципу прийти первым и занять все, что можно. Если у вас инвестор позволяет так сделать, то у вас расходы могут быть 200% от вашего дохода, и вы будете убыточны, сильно убыточны. Но при этом, через два года у вас, там, любые конкуренты, любые игроки будут уменьшать вашу долю, там, на 5% в год, да. Это, не знаю, до определенного максимума и все. Вас нельзя выдержать. Если вы будете идти и расти по 5-10% органически, или по 15-20% в год, то вы можете легко там позволить себе держать расходы, не знаю, на уровне, там, 20%, например. Чтобы быть в нуле просто. То есть, все зависит от амбиции, его цели. Ну, скорее, от цели даже. Да, я тоже добавил. Тут, действительно, вы идете к инвесторам с определенной целью, да? То есть, скорее всего, вы идете, чтобы консталироваться. То есть, вы идете к инвесторам, чтобы гарантировать ему, что вот он сегодня получит, вложит M, через 3 года получит 10M. Вот. Поэтому, вы знаете, могут быть маркетинговые расходы, и, в общем-то, показывает 2 года отрицательный баланс спокойно. Вопрос в том, что вы можете потом показать, для чего вы это делаете, на что вы конвертируете. То есть, в нашем случае тоже, как и с e-commerce, мы ее зашли на первую базу подписчиков, да? Ну, то есть, если вы просто потратите бюджет на нарушку, не знаю, там, на рекламу, не сможете понять, что вы с этого получили, то, я думаю, инвестор денег не даст. То есть, у нас это дело, да? То есть, была. Если мы расскажем, там, не знаю, там, на первом канале купим рекламу, расскажем про онлайн образование, да, мы сейчас, ну, я думаю, что первый год там еще, может, что-то успеем, хотя, не знаю, мы просто не успеем столько продуктов предложить. Вот. А через два года появится конкурент, который скажет нам спасибо, друзья, что рассказали, что такое мое нуждование, что это так клево, а теперь мы это сделаем круче вас. То есть, вот как бы так. Вот еще у вас могут возникать, и у вас они возникают цифры, то есть, какую стоимость контекста ставить, какой стяв считать, какой рекал считать. мы на самой первой лекции говорили о том, что вам нужно сделать какой-нибудь маленький контекист на своей. Да, то есть, и смотреть, какие цифры у вас на этом контекисте получаются. То есть, вот, имея эти цифры, да, то есть, вы можете поставить какой-то модель, да, то есть, просто понять, если вы увеличите количество инвестиций, то что получится, и на какой я летал, на 3-й, на 4-й, на 2-й. Да, тут еще такой момент, вот, если улучшать, в принципе, действительно очень, очень простой, очень понятный VNL, вот, я сейчас на него смотря, вспомню, что вот здесь вот так вот надо было, у нас большой сложный, иногда забываешь даже. Вот здесь вот, если вы не идете к инвестору за деньги, иногда, то есть, мы тут видим органический график с заклада, type-in, на контекст, тут очень просто, да, то есть, есть средняя конверсия по сайту, если это для e-commerce или для, не знаю, там, это схема вот так, да, то есть, когда есть какие-то услуги сейчас, да, вы понимаете, что, допустим, конверсия с контекстом у вас такая, да, а с органического графика у вас такая, да, то есть, наверное, мы можем посчитать, куда выкладываете деньги в первую очередь, чтобы получить эффект, ну, в деньгах быстрее. Ну, да, и потом уже добирать на оставшихся. То есть, допустим, в нашем случае мы понимаем, что у нас эффективно работает именно органический трафик, мы вкладываем все деньги в органический трафик, а только мы поняли, что мы, например, там, в определенный каталог, вот, мы добираем там с контекстом. С контекстом у нас, там, допустим, низкая конверсия, но мы понимаем, сколько мы можем там еще вкладывать деньги для него, чтобы добрать еще посетителей. То есть тут, по нему конверсия, наверное, на сайте надо еще если у вас продукт позволяет это сделать это видно из конверсии, это видно из СПА, из того, как база пролипает давайте сделаем пустую белую страничку, напишем на ней, чтобы все будет хорошо и начнем, что он заливает безумное количество аудитории и что получит? Ничего не получит ну всаженные деньги получим в маркетинговую бюджет и все ну вот мне, например, у меня, допустим, на маркете есть 15% от стоимости продукта соответственно, я знаю конверсию на сайте среднюю, знаю конверсию с источников вот я считаю себе эффективной стоимостью, что я могу, могу я себе не идти куда то есть если я куплю баннер на каком-нибудь мейл-рубе, какая себе будет конверсия сколько это в ней привлечет, привлечет пользователей мне кажется, что вы просто понимаете, что вы можете тратить на маркетинг там, допустим, 10 или 20% понимаете, сколько это в деньгах знаете, какая у вас конверсия на сайте в лиде, допустим, за заявку понимаете, не знаю, там, с пяти заявок, да, которые вы получили на сайте ваши сейлс-менеджеры могут продать один раз, да то есть просто вы считываете обратно и, в общем, тогда вы узнаете, сколько вы можете, не знаю, привлечь сколько вы можете привлечь, соответственно, покупателей и пользователей ну, как-то так ну, еще, смотри еще, соответственно, важный момент, ну, как бы, это емкость рынка, да то есть здесь, в этом пенеле нет емкости рынка как бы Саша обратил внимание, что емкость рынка висла на важный момент и для этого, собственно, ну, как бы, а, нужно делать тесты б, нужно получать конкурентов, смотреть на конкурентов и на, в принципе, похожих игроков и, опять-таки, вот Саша сейчас провел пример судьбы модели, когда, условно, они хотят развиваться на свои деньги и они считают, что у них каждая транзакция должна быть, ну, минимум, ну, давать ноль, то есть не давать убыток соответственно, условно, там, если посмотреть на, например, 1-2-3, да, билетный, заходящий на рынок, как бы, который уже вроде как сформирован, да который сказал, окей, там, я буду, не буду зарабатывать, соответственно, у меня будут операционные косты, они будут, там, тащить меня вниз, да но при этом он занял долю рынка и увеличил свой оборот за счет сниженной стоимости билетов, там, неимоверную и при этом, соответственно, это является, по сути, его маркетинговым бюджетом, да, вот эти прямые расходы но при этом он не тратит их в контекст, он, по сути, ну, в основном, да, он, по сути, сделал хороший продукт сделал его дешевым для рынка, получил большую клиентскую базу и дальше будет развивать другие продукты, увеличивать постепенно стоимость, чтобы, ну, прям, не обманывать пользователя что вчера было, там, 10 тысяч, там, продавать за 12, да, условно, там, ну, я утрирую, вот и это тоже одна из моделей, да, поведения, при этом, соответственно, они получают, собирают деньги от инвесторов для того, чтобы на текущем рынке, как бы, его собрать, насолидировать и стать крупным игроком ну, то есть, вот, есть такой подход есть там другие подходы, соответственно, вот, с точки зрения, ну, модель поведения, она очень зависит от сегмента от проекта, от инвесторов, от команды, вот, от совокупности всех этих факторов потому что, если команда знает, что делать, как в случае с On2Trip, они берут много денег и делают потому что они понимают, могут спрогнозировать результат, я бы так сказал то есть, не то, что понимают, а могут спрогнозировать, потому что, безусловно, могут быть ошибки вот, как раз в примере On2Trip, они делали новый продукт и новый бренд вот, а мы, в данном случае, похожи на e-commerce, потому что, мы продаем тоже продукты фунсов то есть, у которых есть определенные основания бренда так же, как, вот, если e-commerce, он продает, там, не знаю, там, кулесосы фирмы Philips да, то есть, тут, все-таки, e-commerce является, и интернет-багазин является последним а, выбирая уже, соответственно, марку, вы сначала изучаете рынок, да, изучаете конкурент да, то есть, изучаете такой вот, там, практически, или, наверное, там, любого вот, поэтому, в данном случае, еще, наверное, зависит от того мы можем себе позволить считать просто косты и фиксировать они, не увеличивать их, да, то есть, потому что нам надо развивать узнаваемые бренды в моем сеть если бы, потому что вы строили свой институт, то у нас была вот другая статья ну, делали бы онлайн-институт, например, концерты из университета а вы, в России, делали, в Москву фитнес-скул, да, то есть, у них тут же косты, потому что они еще занимаются, когда вы уже знаете, именно с пиаром и продвижением ну, мы же просто выезжаем на брендингуза, так же, как в e-commerce, выезжаете на брендинг, не знаю, там ну, Apple, допустим, так будет, техник Apple, да, то есть, мне кажется, здесь интернет-фагазин предоставляет определенный комплекс услуг он, я не знаю, то есть, он свой бренд, но вот если отцом, не знаю, там доставка или еще есть небольшое поведение, я вот здесь не очень уверен, то есть, смысл ну, смотри, вот, когда ты делаешь 1, 2, 3, он был так же неизвестен, и продукт был такой же смотри, они занимались бренд-увернсом, они печатались даже в большом городе и сделали все это все ну, ты им... ну, как мне кажется, помимо того, что они смотрят любые продукты, они его продвигали, но это свой продукт свой? а когда интернет-магазин, ты, в общем-то, по большей части сервис да классный сервис ну, да ну, да ну, да да, и поэтому ты здесь, не знаю, мне кажется, здесь вот во счет такие косты, но когда ты, не знаю, там, маркетинг или бюджет оплатываешь очень крупный, тут не очень понятно, если ты не хочешь, будь азотным ну, у тебя есть фитеншн, как мы посчитали, ты всеслед еще вопросы какие-нибудь есть? это уже не к нам, это по большей части к вам я думаю, что если вы попросите сегодня последняя да, последняя да, если вы попросите организаторов, да, то есть и желательно еще какую-нибудь тему придумать мы можем на это посмотреть и можем пойти почитать где можно таблички в сервисе? таблички мы почистим, и вот как вначале сказали мы их почистим, потому что они действительно очень, ну, на скорую руку были заполнены их нужно почистить, и мы их выложим на какой-то файл хостинг и, соответственно, поставим ссылки на сайт института инкубатора, точнее, ссылки вы еще обещали ссылки, где читать полезные адресы? соответственно, мы сейчас соберем, сейчас такую пост обработку сделаем соберем, я думаю, что через неделю, условно, в понедельнику мы сможем и ко вторнику собрать все эти вещи, и они будут доступны спасибо видео, запись видео это вот видео